Добрый день, дорогие друзья! Я рада очередной встрече с вами. Сегодня я хочу продолжить тему новогодних рецептов. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Самое время подумать, чем мы будем радовать наших близких. Я хочу поделиться с вами одним из наших любимых блюд. Мы часто его готовим. Это запеканка. Готовится она очень просто, и там вполне доступны ингредиенты. Основное картошка, сливочное масло, овощи. Здесь вы можете поэкспериментировать, но мне очень нравятся с цветной капустой и брокколи. Также там будет сыр, помидоры, ну и, конечно, специи. И специи нам понадобятся. Куркума, асафетида, черный перец и обычная соль. Начнем готовить. Итак, мы режем картошку. Картошку надо порезать очень тоненькими пластиками. Чем точше, тем лучше. И так картошку мы порезали вот такими тоненькими пластиками. Теперь нам надо измельчить брокколи. У меня тут немножко крупновато, я хочу сделать чуть мельче, но не слишком. То есть я вот режу ее буквально так. Вот такие кусочки у нас получаются. Конечно, если у вас есть возможность взять свежую, то лучше брать свежую. У меня замороженная. Я ее оттаяла в воде и сейчас измельчаю. Вот такая у нас получилась брокколи. Цветная капуста у меня достаточно мелкая. Если вы берете свежую, то вам надо ее разделить на соцветия. Примерно вот такой вот величины. И нам осталось порезать помидорки. Помидорки мы режем тоже небольшими тонкими пластиками. Примерно такого размера. Итак, теперь начнем делать соус. То есть наши овощи готовы. Можем, в принципе, уже почти закладывать их в противень. Но перед этим мы сделаем с вами соус. С соусом все просто. Берем сметану и добавляем специи. Специи, как я уже говорила, у нас асофетида. Ее понадобится примерно 1-2 чайной ложки. Может быть, 1-3. Это зависит от того, какая у вас асофетида. У меня ядреная, свежемолотая. Поэтому я добавляю чуть-чуть. Также нам понадобится куркума. Она придаст цвет, аромат. Ее нам нужно будет с вами 1 чайная ложка. У меня специи свежемолотые. Поэтому я добавляю поменьше. Если вы покупаете где-то в магазинах, где недостаточно старые, то, возможно, вы можете добавлять чуть больше. Ориентироваться на вкус и аромат. Наши специи вы можете посмотреть на сайте многоспеций.рф. Ссылка будет под видео. Там вы всегда можете найти свежие, ароматные специи на любой вкус. Итак, я добавила 1 чайную ложку черного перца. Сейчас мы добавим с вами соль. Все перемешаем. И получится наш соус. Все хорошенечко-хорошенечко перемешиваем. Вот мы вымечали соус до однородности. У него однородный цвет и однородная консистенция. Пришло время собирать наши сапитанты. В первую очередь нам надо смазать противень масла. Масла не жалеем. Масла должно быть очень много. От него зависит вкус. Хорошо промазываем бортики. Вот так у нас должен быть смазан противень. Очень густо, прям маслом. Теперь мы выкладываем картошку. Добавляем соус. И немного перемешиваем. Соус должен быть очень ярким Прямо если вы попробуете его на вкус, это должно быть невкусно Он должен быть очень соленым и очень насыщенным по спецам Вы должны ярко чувствовать асафетиду, куркуму, перец и соль Он должен прям даже быть горько соленым Потому что картошка и овощи у вас не соленые, и они оттянут на себя И добавляем остальные овощи Опять заливаем соусом Чтобы овощи хорошо были смазаны И оставим чуть-чуть соуса смазать наши помидорки Помидорки у нас пойдут в запеканку в конце Перед ее готовностью Ну вот, теперь наша запеканка готова отправиться в духовку Духовку мы поставили разогревать на 220 градусов Теперь к разогретую духовку мы отправляем в запеканку Итак, наша запеканка простояла примерно 40 минут Время запекания и температура зависит, конечно, от вашей духовки У меня это заняло, как я уже сказала, 40 минут И температура была 200 градусов Ориентируйтесь на свою духовку, пробуйте Что нам надо сделать сейчас? Сейчас мы засыпем сыром И выложим немножко помидор И насыпем оставшийся сыр Буквально чуть-чуть припудрим помидорки Сверху смажем оставшимся соусом Буквально чуть-чуть Просто, чтобы сыр был посочнее Все, и отправляем нашу запеканку назад в духовку Примерно на 5 минут Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась Пахнет восхитительно Аромат куркумы сочетается с овощами и с асофетидой Кстати, мы подготовили для вас новогодние подарки Заходите в нашу группу уроки медитации Да, Вконтакте и Инстаграм Там идет розыгрыш больших новогодних наборов Специи и сладостей И следите за обновлениями Мы подготовим еще для вас кучу классных новогодних рецептов До новых встреч, друзья Готовьте с любовью и радуйте своих близких Субтитры сделал DimaTorzok